С Нового года в области планируется создание единой службы скорой медицинской помощи. Создание межрайонных подстанций планируется на базе Чердоклинской, Новомолоклинской, Барышевской, Вишкаймской, Николаевской районных больниц. Во главе учреждения будет стоять Ульяновская областная клиническая станция скорой медицинской помощи. По федеральной программе обновления автопарка «Скорая помощь» регион получил 28 новеньких автомашин. В дополнение к ним пришли еще 6 реанимобилей. То есть на каждое практически подразделение, на каждую подстанцию будет тот автомобиль, который будет эвакуировать пациентов непосредственно уже с районов области, с тех подстанций, которые у нас организуются по маршрутизации в город. 8 машин получили в медучреждении Южного куста. Остальные по 5 карет скорой помощи. Необходимость обновления автопарка особенно нужна во время пандемии коронавируса. Спасение жизни человека идет на секунды. Бригадам скорой помощи иногда приходится проезжать по 600 километров за сутки. А водителя проводят за рулем по 5 часов, не заезжая на базу. Очень много увеличилось вызовов. Очень много работ. Конечно, стало тяжелее. Ночные, особенно смены. Вообще практически из машины не вылазим. Перерывы бывают, приезжаем. Но вызовов, в отличие от того, что были в обычной смене, ну где-то, допустим, 4-5 вызовов, сейчас поднимаются до 12 до 13. От 10 вот так вот очень много вызовов. Особо отличившихся водителей отметил губернатор Сергей Морозов. Награждение состоялось в День работников транспорта. Этот профессиональный праздник отмечается в России впервые. Служба скорой медицинской помощи, несомненно, является, конечно, важнейшим звеном в целом в отрасли здравоохранения, потому что только от вас, от вашего умения, профессионализма порой зависит жизнь человека. Вы без привлечения находитесь на самом передовом рубеже борьбы со смертью или за здоровье человека. Ульяновская область с 2016 года участвует в федеральной программе обновления автопарка скорой помощи. Государственный проект позволяет обеспечивать регион современными и качественными автомобилями. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости Управда ТВ.